В день встречи с этим автомобилем неожиданно пошел снег. Вот такое забавное совпадение. Для сегодняшнего теста мы выбрали более городскую версию Yeti, а именно переднеприводную, с мотором 1,4 литра. У меня непростая задача. Мне нужно приручить снежного человека. Но вы не беспокойтесь за меня. Мы уже успели с ним подружиться. Ведь это Шкода Yeti. Я вас с ним познакомлю. Наталья предпочитает механическую коробку передач, поэтому с интересом испробовал шестиступенчатую трансмиссию Шкоды. Этот симпатичный кроссовер быстро и четко выполняет все команды. Рулится отлично, шумоизоляция на хорошем уровне. Подвеска достойно отрабатывает неровности. Дамы, с этим парнем вы действительно почувствуете себя как за каменной стеной. И он совсем не прожорливый. Средний расход около 7 литров на сотню. Да, а еще у него интересная и необычная внешность. А как же иначе? Yeti уникальный зверь. Но больше прочего подкупает его скромное обаяние. Несмотря на общую консервативность интерьера, вы почувствуете, что создатели Шкоды действительно старались подарить максимальный комфорт. Именно женщины сумеют по достоинству оценить все приятные мелочи, которые приготовил Yeti. И веселый брелок в виде лапы Бигфута, который наверняка заставит вас улыбнуться. И крючки в багажнике. И самую деликатную сигнализацию непристегнутого ремня безопасности, похожую на звон маленького колокольчика. А еще этот парень заботливо согреет свою хозяйку в холода. Нагревается не только сиденье, но и спинка водительского кресла. Мы стали хорошими друзьями и решили выехать на пикник. Смотрите, как удобно я расположилась. И все это благодаря ему, моему большому белому другу. Снежный человек не только бережно хранит ваши личные вещи. Он также позаботится и о вашей удобной посадке, благодаря возможности регулировки сиденья и руля в различных направлениях. Не стоит бояться габаритов этого автомобиля. Спереди вам хорошо будет виден капот, а при движении назад вас подстрахует камера заднего вида, изображение из которой воспроизводится на сенсорном дисплее. Но все же не забывайте посматривать зеркала заднего вида. Они, кстати, огромные и очень информативные. Есть у Yeti еще одна особенность. При движении задним ходом автоматически включается камера заднего вида. При этом приглашается музыка. Конечно, это сделано из соображений безопасности. Как вы уже поняли, со снежным человеком можно отправляться хоть на край света. Он прекрасный компаньон в поездках и все благодаря просторному салону-трансформеру, где комфортно будет не только водителю, но и пассажирам. Они смогут индивидуально настроить спинки кресел по углу наклона, а также опустить центральную часть спинки сидений вперед и использовать ее в качестве подлокотника с подстаканниками. Ну и, как вы уже видели, можно вовсе достать сиденье из салона. Вариантов множество, и к тому же вы получите огромное пространство для багажа. Дверь багажника большая и тяжелая, поэтому хрупким водителям нужно тянуть за специальную ручку-грушу посильнее. Практичным дамам этот автомобиль придется по вкусу. Как только вы сели в машину, вы легко расположите свои перчатки, документы, помаду, смартфон. Все под рукой, вы все можете найти очень быстро. Здесь много разных карманов и мест для того, чтобы сохранить все ваши полезные мелочи. А больше всего, как малогабаритному водителю, мне нравится положение. Высоко сижу, далеко гляжу. Йети предоставит вам поистине королевскую посадку. На наш женский взгляд, любая дама легко найдет общий язык со снежным человеком Шкода Йети, который станет для вас чутким и надежным другом и позаботится о вас и вашей семье не только в повседневной жизни, но и в загородных поездках и дальних путешествиях. Редактор субтитров А.Семкин